Добрый вечер на канале общественного телевидения НКР. Программа «Вестник» на календаре воскресенья 11 декабря. Сегодня в передаче. В НКР почтили память жертв спитакского землетрясения. В парламенте продолжаются обсуждения новой конституции. Премьер-министр Араик Арутюнян совершил рабочий визит в США. Омбудсмен НКР представил новый доклад по апрельским событиям. Состоялась презентация монографии правоведа Аветика Арутюняна. Спортивные федерации подводят итоги года. В Союзе писателей состоялась презентация книги про Зайка Давида Микаэляна. Итак, подробности материалов. В начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР на уходящей неделе в рамках обсуждений проекта конституционных реформ президент Бакуса-Океан провел серию встреч. 5 декабря такие встречи прошли с представителями Коммунистической партии Республики, а также с представителями сферы культуры. На следующий день аналогичную встречу глава государства провел с представителями неправительственных организаций. 7 декабря в рамках обсуждений проекта конституционных реформ президент Бакуса-Океан провел встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, а также с представителями Республиканской партии Арцаха. 8 декабря в аналогичной встрече участвовали ответственные сотрудники сферы территориального управления и руководители райадминистраций. В ходе всех вышеуказанных встреч был обсужден широкий круг вопросов, касающихся конституционных реформ и различных положений проекта новой Конституции. 6 декабря президент Республики Арцах Бакуса-Океан принял группу австрийских ангиологов. Президент Саокеан выразил признательность австрийским врачам за прибытие в Арцах и обмен опытом, назвав их деятельность ярким проявлением гуманизма и дружбы. Бакуса-Океан отметил, что такая деятельность способствует развитию сферы здравоохранения в НКР. 7 декабря отмечалась 28-я годовщина самого страшного и разрушительного в истории Армении спитакского землетрясения, унесшего с жизни 25 тысяч человек, разрушившего города Спитак, Гюмри, Ванадзор, Степанован, сотни других населенных пунктов. Общественность НКР, высшее руководство республики во главе с президентом Бакуса-Океаном посетили Степанакерский мемориальный комплекс, возложили цветы и венки к памятнику жертвам спитака. 8 декабря президент Республики Арцах Бакуса-Океан встретил в Степанакерском аэропорту президента Армении Сержа Саркисяна. В одной из воинских частей в центральной части республики президенты присутствовали на церемонии открытия новой казармы. В тот же день Бакуса-Океан и Серж Саркисян провели в Министерстве обороны НКР совещание с участием Генералитета армии обороны, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся армейского строительства и ситуации на границах. 9 декабря президенты двух армянских республик посетили ряд воинских частей в южной и юго-восточной частях НКР, приняли участие в торжественных церемониях открытия новых казарм, жилых домов для военнослужащих, ряда других объектов. 8 декабря президент Бакуса-Океан подписал указ о назначении Масиса-Майляна послом по особым поручениям, присвоив ему дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Нагорно-Карабахской республики. Вчера в НКР отмечался День Конституции. В поздравительном послании президента Бакуса-Океана по случаю праздника, в частности, говорится. Дорогие арцахцы, от имени властей республики от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР. Это праздник, который дорог и памятен для нашего народа. В 1991 году мы осуществили заветные чаяния и стремления наших предков, провозгласив государственную независимость, уверенно продвигаясь по пути построения демократического государства. На этом пути у нас были невосполнимые потери. Мы преодолели трудности и испытания. Благодаря непоколебимой воле и стойкому духу сумели едиными усилиями достичь важнейших побед, остаться хозяевами своей Родины, своего настоящего и будущего, которое обязательно будет светлым и безоблачным. У нас нет иного пути. В 2006 году на всенародном референдуме была принята первая Конституция нашей страны. Она стала очередным свидетельством нашего волеизъявления о построении свободного, независимого, сильного государства, продемонстрировала нашу приверженность демократическим принципам и общечеловеческим ценностям. Неоценима роль основного закона в новейшей жизни Арцаха. Дорогие соотечественники, вновь поздравляю всех с этим важнейшим государственным праздником. Желаю мира и благополучия вашим семьям и республике Арцах. Говорится в поздравительном обращении главы государства. В постоянных комиссиях и фракциях Национального собрания НКР продолжаются обсуждения проекта новой Конституции. Так, 7 декабря за закрытыми дверями состоялось совместное заседание постоянных комиссий Национального собрания по вопросам обороны, безопасности и правопорядка и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Заседание вели председатель первой комиссии Жанна Голстян и зампредседателя второй Армод Сатурян. В повестку дня были включены вопросы финансирования бюджетом в грядущем году Министерства обороны НКР, полиции, службы национальной безопасности, госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Во второй половине дня обсуждения проекта госбюджета продолжились во фракциях парламента. Премьер-министр НКР Араик Арутюнян в ходе своего рабочего визита в США 5 декабря в Вашингтоне провел встречи с руководителями Армянской ассамблеи и High Data Америки. В ходе встреч были обсуждены проблемы общенационального характера, а также перспективы углубления сотрудничества по касающимся Арцаха вопросам. В тот же день Араик Арутюнян принял участие в приеме, организованном посольством Армении в США. 6 декабря арцахский премьер выступил на организованном в Конгрессе США мероприятии, посвященном 25-летию независимости НКР. Араик Арутюнян закончил свое выступление призывом, совместными усилиями обеспечить победу общечеловеческих ценностей в еще одном уголке планеты, имея в виду самоопределение арцахцев. В мероприятии участвовали посол Армении Григор Ованисян, представители армянских организаций, около десятка конгрессменов, представители американского правительства. В своих выступлениях конгрессмены поддержали независимость Арцаха, осудив апрельскую агрессию Азербайджана. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ 8 декабря провела плановый мониторинг линий соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Аскеранского района НКР в северо-восточнее села Кингерли. Об этом сообщает пресс-служба МИДНКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи. Кстати, на полях состоявшегося в Гамбурге Совета министров иностранных дел ОБСЕ совместное заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту приняли руководители делегаций стран, сопредседатели минской группы ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. В заявлении отмечается «Мы призываем стороны подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликта в качестве единственного способа установления мира между народами региона, строго соблюдать соглашения о прекращении огня, уважать соглашения, закрепленные в совместных заявлениях по итогам саммита в Вене и Санкт-Петербурге. Сопредседатели готовы организовать встречу президентов Армении и Азербайджана, когда те будут готовы говориться в совместном заявлении сопредседателей минской группы ОБСЕ». Кстати, в Гамбурге прошла также встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Новый доклад амбудсмена НКР Рубена Меликяна в связи с развязанной Азербайджаном в апреле агрессии в отношении НКР и совершенных им преступлений представлен на пресс-конференции 9 декабря. Примечательно, что представление доклада имело место непосредственно в селе Талиш. В докладе отмечается, что вооруженные силы Азербайджана совершили военные преступления, пытки, казни и расчленения. Военные преступления имели системный и хорошо организованный характер. 27 из 31 гражданского лица и военнослужащего армии обороны, которые попали под контроль азербайджанских вооруженных сил в результате военной агрессии против НКР, были подвергнуты пыткам, казням, либо были изувечены, говорится в докладе. Отмечается, что азербайджанские военные пытали 92-летнюю женщину, а трое военнослужащих армии НКР были обезглавлены, двое были обезглавлены после смерти, а один был казнен в стиле ИГИЛ. Согласно международному гуманитарному праву, Азербайджан несет ответственность за военные преступления своих вооруженных сил, обязан провести расследование и надлежащим образом наказать преступников и других несущих ответственность лиц. Мы это озвучиваем как сигнал для международного сообщества. Европейские структуры должны отреагировать на это, отметил омбудсмен Рубен Меликян. Напомним, что предварительный доклад экс-амбудсмена Юрия Айропетяна в связи с указанными событиями был представлен 21 апреля. Вчера в Степанакерском университете Мисс Рокмаштод состоялась презентация книги правоведа сопредседателя Ассоциации молодых ученых Арцаха Аветика Арутюняна «Аксиологические особенности Конституции НКР и проблемы дальнейшего развития конституционализма». Присутствовали специалисты в области права и смежных наук, давшие высокую оценку научной и прикладной значимости книги Аветика Арутюняна. При написании книги авторам использовано около 250 научных источников. Рецензентами монографии являются доктора юридических наук из Еревана и Нижнего Новгорода. Книга содержит пространное резюме на русском языке, а также в виде приложений, таблицы и схемы. А ведь итогом какой работы является данная ваша монография? Отмечу, что при написании данной монографии преимущественно я руководствовался своим диссертационным исследованием. При этом были использованы также источники на трех языках – армянский, русский и английский. К сожалению, замечу такой грустный факт. Работ, посвященные проблемам и анализу Конституции НКР, очень мало. Всегда задавался вопросом, почему наши специалисты, работающие в сфере науки в Арцахе, так мало посвящают своей работе основному закону страны. Ведь истинный дух Конституции могут передать живущие в Арцахе юристы, которые и в своей деятельности применяют Конституции. Пусть не скромно звучит, но исследования подобного рода в научной литературе проводятся впервые, что показывает актуальность и востребованность данной монографии, особенно в контексте конституционных реформ, которые проводятся сейчас в Арцахе. Вы являетесь членом экспертной комиссии по разработке новой Конституции и хочется спросить, вот эти аксиологические ценностные основы, о которых вы пишете в монографии, они сохраняются в новой Конституции? Могу сказать следующее. В целом, ценностные или аксиологические особые или особенности в проекте новой Конституции НКР сохранены. К примеру, если в действующей Конституции формулировка «человек как высшая ценность» была закреплена в преамбуле, которая не имеет нормативного значения, то теперь такая аксиологическая формулировка закреплена в первой главе основного закона. Ну и поскольку буквально вчера мы отмечали День Конституции НКР, ваши поздравления и пожелания. 10 декабря – памятный день в жизни нашего народа, который ознаменован сразу двумя историческими событиями, в связи с чем поздравляю всех нас по случаю дня референдума о государственной независимости и Конституции НКР. Народ Арцаха доказал, что можно преодолеть трудные исторические этапы жизни, опираясь на сильный дух, который заложен на генетическом уровне и передается испокон веков, построить то государство, где будут господствовать высшие морально-нравственные и правовые ценности, ставшие основой нашего основного закона. Вновь поздравляю наш народ с двойным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов на пути последовательного укрепления независимой арцахской государственности. Надеюсь, что после принятия новой Конституции в Арцахе будет продолжаться укрепление конституционализма. В пятницу вечером в Союзе писателей Арцаха состоялась презентация книги писателя Давида Микаэляна «Таинственное свидание». Книга представляет из себя сборник, в котором собраны все юмористические произведения автора. Читатель на страницах книги вновь встречается с любимыми в народе колоритными образами муки, чопрандона, пылопуги, славившимися своим острым, порой язвительным чувством юмора. Открывший презентацию председатель Союза писателей Арцаха Вартан Акапян отметил многогранность таланта Давида Микаэляна, являющегося также песенником. Сюжеты писателя, по словам Вартана Акапяна, взяты из реальной в большей степени деревенской жизни. Свои мнения о книге и творчестве Давида Микаэляна в целом выразили члены писательского семейства Арцаха Сократ Ханян, Жанна Бегларян, многие другие. Народный артист НКР Каджик Арутюнян мастерски прочитал юморески из нового сборника Давида Микаэляна. Давид Микаэлян поблагодарил всех участников презентации за добрые мнения о книге и пожелания в свой адрес. Вы смотрите программу Вестник. Заключительная часть сегодняшнего выпуска спортивного характера. В начале короткая информация Управления спорта Миноборнауки и спорта НКР. На прошедшем в Ереване традиционном турнире по самбо памяти заслуженного тренера Армении Виктора Алиханяна успешно выступили арцахские спортсмены. Среди 250 участников соревнований первые места в своих весовых категориях заняли Ашот Мирзаян, Тигран Григорян, Сергей Саркисян, Грач Саркисян, Армен Адашьян и Юрий Цатрян. Вторые места заняли Арман Алавердян, Арсен Андриан, Самвел Саркисян, а Сергей Даниэлян, Арсен Карапетян и Гурген Абрамян были третьими. Все они награждены медалями и грамотами. Спортивную тему продолжает интервью. Артур близится к концу 2016 год. Хочется поинтересоваться успехами, достижениями года Федерации Киакушин. Артур близится к концу 2016 года. Результаты у нас были неплохие и не очень хорошие. Вышел средний год. В этом году мы смогли завоевать на чемпионате Армении 33 медали и на чемпионате Европы 4 медали. Среди юношей и среди мужчин. Мне кажется, вы просто скромничаете. Ну, наш план был на этот год более обширным. Просто в связи с ситуацией, которая обострилась в Карабахе, из-за этого не смогли мы полностью реализовать наши планы. Но на следующий год мы поставили снова нашу планку, что мы должны достичь этой планки и снова достичь того результата, которого нам еще не удалось достичь. В этом году мы еще реализовали несколько планов. Как я говорил ранее, наши бойцы проходят тест, тренинги психологом Георгием Авакьяном. И сейчас раньше у нас проходили только те бойцы, которые дерутся среди мужчин. Но в этом году мы уже более увеличили наш обзор и тренинги проходят еще бойцы, которые дерутся среди юниоров. И результат был неплох. В следующем году еще будем увеличивать количество бойцов, которые будут ехать на соревнования за рубеж, которые будут поднимать флаг Карабах и Армении. Те бойцы обязательно будут проходить эти тренинги, чтобы быть психологически очень готовыми. За это благодарность Георгию Авакьяну. Сколько групп у вас и только ли в Степанакерте они расположены и находятся? У нас две группы в Степанакерте. Еще одна группа в Тагаварте, село Тагаварт. Еще одна группа в селе Тох. И на данный момент, вот сейчас у нас будут переговоры на еще развитие в трех селах. Вот на следующей неделе буквально, наверное, уже откроется в трех селах. И там уже тоже начнем. В физерации на данный момент у нас примерно 200 спортсменов, которых мы сначала ставим цель, чтобы развить в них патриотизм, развить в них человеческие моральные качества. Потом уже начинать, если человек уже хочет, уже делать их спортсменами. Еще вот хотелось бы сказать, что общая федерация Армении, еще с федерацией Армении, что вот в этом году недавно, 20 ноября прошел чемпионат Армении. Хотелось бы поблагодарить президента федерации Армении, Сенсея Спартака Гаспаряна, за организаторство такого чемпионата. Чемпионат был грандиозным. Я как тренер, как боец и как судья получил колоссальное удовольствие от такого организаторства. Участники тоже были максимальное количество, было 350 спортсменов. Бойцы были все высококвалифицированы, высокоподготовлены к этому чемпионату. Из-за этого чемпионат был, я бы сказал, на уровне чемпионата Европы. Но на следующий год на нас Сенсея Спартак поставил цель, поставил ультиматум для всех тренеров, что в следующем году должно быть более-больше участников и более высокий уровень. Ну и вполне логично прозвучит мой второй вопрос. Каковы планы, какие-то наметки на год наступающий? В первую очередь, наши планы уходят развить в селах, в тех селах, которые находятся на границах, развить там карате, кёкушин, чтобы там дети были подготовлены и морально, и физически. Хотя и у тех детей, которые находятся в селах, физическая подготовка есть. Но как бы поставить правильную базу. На второй план у нас уходит уже подготовка к чемпионатам. Разные чемпионаты Европы, мира, Кубки мира, Кубки Европы на все эти чемпионаты. Чемпионаты Армении и за рубежом. Много чемпионатов у нас почти каждый месяц, начиная с февраля. У нас каждый месяц будет чемпионат. Очень сильные чемпионаты. В основном наша цель это. Остальные уже это второстепенные цели, которые достичь очень легко. В основном эти цели, которые с трудом достигаются, это развитие и популяризация и на чемпионатах завоевание медалей. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Арцаха, всех спортсменов и вообще всех людей в мире с наступающим Новым годом и Рождеством. Хочу пожелать именно нашему народу мира и голубого неба над головой. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник» подошло к концу. Встретимся на канале общественного телевидения НКР в следующее воскресенье, 18 декабря. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!